Какими витаминами богата петрушка? Чем полезна петрушка? Как использовать и как хранить петрушку? Какие противопоказания к употреблению петрушки? Смотрите видео и узнаете, чем полезна петрушка. Перед просмотром видео хотим поблагодарить наших посетителей за интерес к каналу и пригласить подписаться на него тех, кто еще этого не сделал. Петрушка является однолетним травянистым растением. Ценится своим составом, в котором много витаминов и микроэлементов. Употребляется в качестве приправы, овощной зелени и лечебного средства. Стоит на первом месте в качестве украшения праздничного стола. Какими витаминами богата петрушка? В пищу и как целебное растение используются корни, стебли и листья. Они обладают приятным запахом и тонким вкусом. В петрушке содержатся следующие витамины. Самая большая концентрация в петрушке витамина К, который помогает образовываться фибриновым сгустком, останавливающим кровотечение. Много в растении витамина С, аскорбиновая кислота укрепляет стенки сосудов и стимулирует иммунитет. Витамин В9, фолиевая кислота, участвующая в кровотворении, стимулирующая обмен веществ и улучшающая нервную проводимость. Никотиновая кислота, витамин ПП регулирует окислительно-восстановительные процессы. Витамин Е, токоферол, повышает регенеративные свойства, улучшает структуру кожи. Витамин В2, способствующий работе нервной системы. Такой богатый витаминами состав редко встретишь у одного растения, поэтому петрушка применяется в лечебных и профилактических целях. Как использовать и как хранить петрушку? Хранить петрушку можно в замороженном виде. Она не теряет своих полезных свойств и после разморозки выглядит так же свежо, как только что с грядки. Используется петрушка в качестве зеленого стола, добавляется в готовые блюда и салаты. Как лекарственное растение, употребляется в виде отвара или настоя. Возможно применение как корней, так и стеблей, листьев и семян. Чем полезна петрушка? Польза петрушки для здоровья в следующем. Регулирует обмен углеводов, способствует понижению уровня сахара крови. Улучшает состояние сердечной мышцы и тонуса сосудов, регулирует артериальное давление. Уменьшает воспалительное проявление со стороны почек. Принимает участие в укреплении костей и сухожилий. Нормализует показатели свертывающей системы крови, способствует повышению гемоглобина. Способствует выведению шлаков и токсинов. Успокаивает нервную систему, стимулирует работу головного мозга. Приводит к совершенству гормональный фон, как у мужчин, так и у женщин. Повышает активность иммунитета. Чтобы приготовить лечебный отвар из петрушки, необходимо заварить крутым кипятком зелень и измельченные корни растения из расчета на полтора литра воды 2 столовые ложки петрушки. Принимать по столовой ложке несколько раз в день. Помогает при кровотечениях, нарушениях гормонального фона. Маска из настоя петрушки улучшит состояние кожи, окажет омолаживающий эффект. Настой петрушки делается просто. Кипяченой водой надо залить зелень. На стакан воды 2 столовые ложки измельченного растения. Раствор должен настояться 2-3 часа. Потом в нем смачивают марлю и накладывают на лицо. Какие противопоказания к употреблению петрушки? Не стоит использовать душистое растение в следующих случаях. При наличии непереносимости и аллергии на петрушку. При беременности может повышать тонус матки. При грудном вскармливании придает привкус молоку. При подагрической и диабетической днефропатии может раздражать почки. Если бывают судорожные припадки. При нарушениях кальциевого обмена. Во время использования антикоагулянтов. Если противопоказаний по состоянию здоровья нет, то петрушка поделится с вашим организмом всеми полезными компонентами, входящими в ее состав.